Моя тема, как вы видите, история китайских иероглифов. Китайские иероглифы, конечно, имеют очень древнюю историю. Можно сказать, 6 тысяч лет назад уже появились первые иероглифы. Но, как великая китайская культура в целом, она тоже тесно связана с мифологическим происхождением. То есть мы не можем обходиться без рассказа определенных заслуг, определенных исторических лиц. И в первую очередь это именно такие мифологические, по легенде, это исторические лица. Например, первый, его зовут Фуси. Это очень интересный человек, персонаж. Как вы видите, за ним, наверное, знакомый, да, этот знак? Это называется Па-Куа, 3 граммы. Фуси, это на самом деле очень важный персонаж в китайской истории. Это в период именно трех владыков и пяти императоров. То есть это именно он, по легенде, Фуси правил в 1852-1737 годах до нашей эры. Во-первых, обратите внимание, что он правил больше ста лет. И сколько ему, конечно, лет было. Вообще, по легенде, говорят, что он очень-очень долго жил. И он как раз именно внес очень много достижений в китайской культуре, в различных областях. И в том числе, это достижение, как раз сначала он раскрыл именно знаки. Нельзя сказать, строго говоря, это нельзя сказать, что именно это иероглифы, но уже появились первые знаки. Это три граммы. Па-Куа. По легенде, Фуси гулял по желтой реке Хуан-Хе и увидел великого дракона, на чешуе которого нарисованы очень интересные и загадочные знаки. Потом он запомнил, записал и раскрыл именно эти знаки. Как раз образовала именно система Па-Куа. На основе этого образовано 64 уже кексограммы, которые стали фундаментом для создания книги перемен. Наверное, вам тоже знакома книга «Идзинь». Это книга перемен. То есть это чисто, эта книга очень много о различных областях, элементах нашей жизни. Например, вода, огонь, ветер и так далее. То есть это именно некая философская книга, именно древнее философское произведение. Хорошо. И дальше. Смотрим следующее. Цангзе. Это тоже по-боже. Фуси тоже по легенде. Он был чиновником во время правления императора, желтого императора, Хуан Ди. Это тоже сильно до нашей эры. И по легенде, что Цангзе на охоте, он увидел следы каких-то животных, зверей. Он задавал вопрос опытному охотнику, спрашивал, что за звери вы узнаете. И охотник говорит, что, конечно, я знаю, что это такое-то звери, такие-то животные. И это как раз стало вдохновением, что Цангзе думает, коли мы узнаем именно природные следы, знаки, а почему мы именно не записываем наши речи, создаем некие знаки именно в общении для коммуникативной функции. Поэтому он получил очень много вдохновения именно из природы. Это черепашки, это птицы, звери, это следы, это созвездия, расположение звезд и так далее. И по легенде, Цангзе считался именно первым человеком, который именно раскрыл понятие ци. То есть это иероглиф. Или можно сказать протоиероглифы. То есть это тоже. Ну, конечно, по картинке сразу видно, что он человек не очень красивый. Но по китайской мифологии, китайской легенде часто имеет, вот, человека, который имеет очень необычную внешность, имеет определенную силу, особую силу. Это тоже очень интересный такой момент. Хорошо. Идем дальше. Вы видите, как третий этаж тоже заинтересовался. Хорошо. Идем дальше. После легенды, конечно, мы должны говорить о археологическом сведении. Это уже наука, уже научное доказательство о зарождении иероглифов. Шесть-семь тысяч лет назад. Вот это Панпо, это у нас место возле Сиан, нынешнее Сиан, то есть на севере, чуть-чуть западнее Китая. На территории этого места обнаружили вот такие именно глиновые посуды, на которых изображены эти знаки. Это как раз уже в науке уже считается, уже дали именно четко название как протоиероглифы. Вот можно посмотреть. Но ученые, конечно, спорят между собой, и некоторые считают, что это нельзя считать иероглифы, поскольку это ничем не отличается от первобытного общества, которое просто записало именно какие-то знаки. То есть нет определенной системы, нет грамматики, нет более закономерной именно системы языка, речи. Поэтому, ну, считаем, что это именно протоиероглифы. То есть мы считаем, что здесь нельзя, строго говоря, нельзя называть это именно как иероглифы. Но, тем не менее, обнаружили очень-очень много знаков различных и узнали очень много. И считается, что вот протоиероглифы, то, что первобытные вот эти знаки заложили фундамент, заложили базу для дальнейшего развития. И это очень-очень важно, поскольку формируется именно эта, идет динамика, идет именно процесс формирования мысли. Дальше. Это уже следующий этап во время династии Шам. То есть это 16 век до нашей эры. Это называется письменностью или надписью на панцирях, на крупных костях, крупных животных. Вот такие знаки. И как раз это уже является иероглифами. Теперь у меня вот такой маленький момент. Я хотела задавать вам вопрос. Для чего эти иероглифы были написаны на панцирях? Есть предположения? Панцирях чего? Черепаших. Еще одна запись. Учетная запись. Хорошо. Еще. Для чего? То есть функция? Функция. Да, одна версия. Гаданье? Гаданье, да. Да, совершенно верно. То есть во время династии Шам культурное, политическое общество уже развивалось очень интенсивно, до очень хорошего уровня. И правители часто нуждаются в гадании. Почему-то люди были очень суеверные. Они считаются, что знаки, иероглифы имеют определенную силу. Они сначала чистили панцири, кости, потом нарезали эти иероглифы на панцирях. И потом, затем в нагретой посуде кладет вот эти черепашьи панцири. После этого посмотрим, где есть трещин, где есть какие-то изменения. И, как правило, на панцирях это запись, которая именно вопросы. То есть информация, которую мы хотим узнавать. Мы задаем некоторые вопросы, и после нагретой вот этого процесса, и мы получаем некий знак, некие ответы после этого процесса. Вот можно увидеть, что справа таблица, в которой есть эти надписи на панцирях, и внизу еще написано более четко. То есть именно мы обнаружили более четырех тысяч этих различных иероглифов, знаков. И из них одну третью части уже ученые узнали в современном языке, именно какой иероглиф соответствуется. Остальные либо совсем не узнаем, либо ученые очень сильно спорят между собой, и есть и сильное разногласие. Хорошо, идем дальше. То есть это у нас династия Шан. Следующий этап – это письменность на бронзе. То есть это как раз следующая династия, XIII век начинается. Это именно в поздний Шан и потом в начале Джоу. Эта надпись называется письменность на бронзе, или в китайском языке это называется Тинь Вэн. Тинь – это металл, то есть именно в данном случае имеется в виду бронза. То есть это некая надпись внутри или снаружи на сосудах. И как вы думаете, для чего? Опять такой вопрос. Какая функция имеется? Рецепты. Что? Рецепты. Рецепты? Рецепты. Рецепты, если рецепт написан внутри. Хорошо, хорошо. На самом деле эта посуда, конечно, не для кухни. Это служит некой ритуальной целью. Это ритуал. То есть можно сказать, если предыдущие, вот именно письменности на панцирях, это именно гадания, да, и там не было именно законченные целостные тексты, а именно очень-очень лаконичные, сформированные вопросы, то здесь появились очень целостные, законченные тексты. То есть уже люди просто нарезали на посудах, на бронзе, и это именно в совершении ритуал. Или, можно быть, ритуальные музыкальные инструменты. Тоже также обнаружены некоторые записи на этих музыкальных инструментах. По сравнению с предыдущим, ну, можно сказать, стиль письменности не сильно изменился. То есть это, опять-таки, и диаграммы, они имеют такой округленные формы, и чуть-чуть просто в данном этапе чуть-чуть более аккуратно написано, по сравнению с предыдущим. Но существенно именно не произошло изменения. Хорошо, дальше. Это уже следующий этап. Иероглифы печати Здесь делятся на два этапа. Большая печать И маленькая печать Вот я нашла такие картины, которые верхние, это большая печать, нижняя строчка, это маленькая печать. Вы видите какие-то изменения? Или нет? Да. Но здесь, на самом деле, опять-таки, очень существенных изменений нет, поскольку здесь тоже, то есть между ними. Но, в целом, система для современных каллиграфов тоже необходимо знать, если человек именно изучает искусство каллиграфии, тем более искусство печать. В Китае очень развита именно искусство печати, то есть человек очень долго учится, как именно вырезать на твердый камень иероглифы. Это тоже большое искусство, и в данном случае вот этот стиль иероглифы печать играет очень большую роль. То есть человек обязан знать некоторые иероглифы. Хорошо. То есть это время, мы смотрим, то есть это начинается с периода Чунчу, то есть весна-осень и воюющее царство. То есть в это время в Китае как раз наступил период раздобленности после западной Чжоу. Восточной Чжоу центральные власти очень слабы, и делится на территории Китая, образовалось очень-очень много местных княжеств, царств. И Та Чжоу, вот первая большая печать, образовалась именно на территории нынешней Сиан, то есть это царство Цинь. И позже стало именно Цинь Ши Хуан, который первый император, который объединял целый Китай, как раз именно на основе этого царства. А следующая вот эта малая печать, Сио Чжэн, как раз возникла уже во время Цинь Ши Хуан, когда Цинь Ши Хуан лично очень, ему очень нравился этот стиль. И после объединения Китая он объединял шесть больших крупных царств в это время и образовал династию Цинь. В это время, конечно, очень важная реформа тоже является реформа письменности, реформа языка. В различных царствах есть и свои письменности. И для удобства, для объединения, конечно, он же определял, что Сио Чжэн, малая печать, это именно официальная письменность системы. Обязательно, да? Хорошо. Идем дальше, смотрим, что произошло дальше. Наверное, я понимаю, что большинство из вас китайские уроки не знают, но, наверное, вы видите здесь более существенную разницу, да? Или нет? Вот это называется Ли Шу, Ли Шу, официальное письмо. Это тоже возникло во время, в третьем веке до нашей эры. То есть это как раз период именно Цинь Ши Хуан, это первого императора. Только что я сказала, что он объединял целый Китай. И для удобства, конечно, он ввел официально именно малую печать. Но печать, малая печать тоже очень сложна в написании. Это очень долго. Тем более в это время появились изменения, возникло изменение именно инструмента письменности. То есть появились бамбуковые пластинки для книги, для документов. Появились китайские кисточки, которые внизу именно шерсти, да? То есть мягкая именно форма. То есть если раньше именно нужно вырезать на твердой поверхности, то сейчас уже мягко можно быстро написать. И опять по истории, этот стиль официально письмо Ли Шу появился именно у какого-то чиновника, местного чиновника. Он просто сам упростил процесс. Поскольку после объединения Китая возникло большие требования, появилось очень много именно документации. Очень интенсивно выросла потребность именно в официальных архивах, в официальных письмах. Поэтому необходима все-таки какая-то система, которая упрощает процесс, чтобы мы более быстро, более четко, узнаваемо писали именно официальные документы. Вот оно как раз и появилось. Если смотрим предыдущие, да, вот эти печать, то есть это опять, все-таки он не оторван от изначальной вот этой формы и диаграмма. То здесь, видите, иероглифы уже приобрели квадратной, да, аккуратно квадратной конфигурации. Линии горизонтальные, вертикальные, они все прямые. И самое главное, что современный образованный культурный китаец, который знает иероглифы, вот такой стиль иероглифов можно узнать без проблем. То есть они полностью соответствуют нынешнему писанию. Хорошо, так, дальше еще посмотрим. Уставное письмо Каэшу, или переводится как стандартное письмо. Это уже во время династии Хан, то есть следующей династии после Чинши Хуан, да, уже. Скажем так, что на самом деле не сильно отличается от Ли Шу, но он более квадратный. Если мы смотрим опять предыдущие, увидим, что некоторые, то есть в целом иероглифы именно плоские, да, то есть ширина больше, чем высота. А здесь он именно полностью имеет квадратную конфигурацию. И справа как раз написано иероглифы Шу, имеется в виду книга или письменности. Вот так он выглядит. Хорошо. И стандартное письмо Каэшу, можно сказать, в современном обществе, в современной китайской культуре, так же продолжает, процветает. Но самое именно такое пиковое время, как каллиграфия, как искусство, как вид искусства, это именно во время династии Тан. И сразу я вам покажу несколько великих каллиграф, которые именно, у которых есть свой стиль. Первый это О Яншин, да, О Яншин. То есть он родился именно в поздней Суэй, это предыдущая династия Тан. И у него основная деятельность в династии Тан. Время, у нас, седьмой век. Справа это его произведение. Это его стиль. Для меня лично его иероглифы имеют очень женственные стили. То есть они такие очень аккуратные, маленькие, достаточно четко написаны. Следующий это Яншин. Яншин это тоже очень великий каллиграф во время династии Тан. Справа это его произведение. Можно увидеть, что у него как раз линии такие достаточно широкие, мощные. И человек сам тоже более экспрессивный. И китайский иероглиф, конечно, также отражает некий характер человека. Поэтому здесь именно можно увидеть его характеры также. Ага, дальше. Лио Кунг Чуэн. Лично в школе я сама занималась именно по его стиле написания. Видим, что очень худые как раз, худые линии. Вот если сравнивать с предыдущими, можно увидеть. Дальше. И еще четвертый великий каллиграф. Чао Мэнфу. Это уже он попозже во время династии Юан. То есть это именно когда монголы правили тоже также на территории Китая. Справа его произведение как раз он так же очень красивый. И я бы сказала, что справа он немножко ходовой. То есть чуть-чуть линия уже соединяется. Вот если посмотреть предыдущие, так же сравниваем. То есть здесь именно каждая линия имеет очень четкое начало, конец. А здесь некоторые линии, например, две точки, они уже соединены. То есть на самом деле вот этот стиль кайшу, официальное письмо, это на самом деле очень-очень важно и в современной искусстве, в современной каллиграфии. Поскольку если человек хочет заниматься каллиграфией, то первое то, что он сталкивается именно в этот стиль написания. И бытовой, когда мы сами пишем иероглифы, так же пишем в этом стиле. То есть очень разборчиво. Следующее. У нас ходовое письмо. Ходовое, потому что он ассоциируется с человеком, который ходит. То есть это некое развитие кайшу. Более быстрое, имеет больше скорости, и линии как раз уже более соединены. Здесь мы видим именно произведение великого каллиграфа Ван Си-Чи. Это во время Восточного дзинь. Это называется предисловие в беседке Орхидея. Мы видим, что так же древние документы так пишутся, что сверху вниз, справа налево. Дальше скоропись цао шу. Цао имеет значение как трава. Или переносное значение как небрежный, неаккуратный, быстрый, скорый. Здесь, ну, честно говоря, что я сама лишь несколько иерогров могу узнавать. Не беспокойтесь. Это как раз очень известный каллиграф также в династии Тан. Это его произведение. Но я не знаю, что это такое, но... Потому что иероглифы действительно... То есть, на самом деле, цао шу уже и в древности, и в современном Китае служит как функция именно чисто для искусства. То есть, он не очень актуален для общения, для коммуникации. Потому что никто не поймет, что человек пишет. Конечно, есть определенные несколько словарей, которые именно давали соответствие, как пишется в стиле цао шу, скорописи, и как пишется именно в кай шу, уставное письмо. Но, тем не менее, обычно именно мы рассчитываем, мы относим к этому стилю как к виду искусства. Дальше также интересно, наверное, вам посмотреть следующее. Наверное, уже узнаваемый, да? Наш любимый Маузадум. Он сам по себе очень известный, очень хороший каллиграф. То есть, у него действительно произведение считается очень красивое. И внизу как раз это стихотворение. Ну, это еще относительно разборчивое его, как раз разборчивое произведение. У него бывают более быстрые, более небрежные каллиграфические произведения, которые действительно очень трудно узнавать. Чаще всего бывает так, что на одной бумаге целиком стихотворение или целиком текст от начала до конца, то есть, там может быть и 20 или 30, и сколько иероглифов, но от начала до конца прямо одной линии пишется. То есть, кисти вообще не оторваться от бумаги. То есть, это тоже считается именно великим мастерством, великое искусство в китайской каллиграфии. Хорошо, достаточно много я, наверное, рассказывала. Самое главное, что то, что мы говорили кайшу, начинается с лишу, кайшу, синшу, цаошу. Вот последние, вот четыре. Вот, можно здесь увидеть. То есть, слева, да, надпись на панцирях, потом на бронзе, потом джуан, то есть печать, потом лишу, который официальное письмо, вот четвертое, да, потом кайшу, который установит письмо, дальше скоропись и ходовой. В нынешнем, в современном обществе, то есть, последующие, вот последние четыре столбики, вот эти стили все существуют. То есть, то, что время указано, это лишь начало формирования в истории Китая. А так, конечно, как именно стили, как стили письменности, они все существуют в нашей жизни. Лишь слева, вот эти три, они, конечно, уже более далекие, имеют уже другое этимологическое, другое именно значение. И они, конечно, их знают только специалисты или каллиграфы, так же. Хорошо, я думаю, что на это я завершаю свой рассказ. Как раз, как раз, как раз получится. Так, и вопрос, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, об упрощенной системе, традиционной, и как эти системы, как они используются. И еще, скажите, пожалуйста, после последней реформы, когда традиционная письменность была введена, но есть еще какие-то существенные изменения. Хорошо. Хорошо, то есть, очень интересный вопрос, как раз именно то, что связано уже с 20 веком. В современном китайском языке есть действительно две системы, традиционные иероглифы и упрощенные иероглифы. В материке Китая употребляется именно упрощенная система. Это именно связано с реформой в середине 20 века, когда начали именно упростить. Кстати, интересно, что когда они рассматривали этот вопрос, как упростить, очень-очень много воспользовалось именно последней вот этой скорописи, когда некоторые части, они прямо именно, просто более аккуратно написали то, что в скорописи написано. Хорошо. И традиционные иероглифы также существуют в Гонконге, в Макао, в Тайване и за рубежом, где живут китайцы. Если показать вам, то, например, если, скажем... Так, если видно... Да, это лошадь, это лошадь, то есть... Это традиционные, не пугайтесь. Вот если вот здесь еще есть. Угу, так. Вот так, ага. Хорошо. А дальше? А, упрощенный? То есть формы все-таки какие-то сохранились, но я бы сказала, что... А? Четыре меньше. Да, да, проще. Но формы похожи. Так же. А в школе дайдурцы, да? Нет, нет. Вот как раз традиционные иероглифы мы не учимся, не изучаем. Это лишь... То есть мы, в принципе, узнаем, потому что вообще-то 25%, 30% как раз это разногласия, то есть это именно отличия есть. А остальные проценты как раз, они так же сохранились. То есть в современном китайские иероглифы так, что очень много сохранить именно из древнего времени. Еще вопрос есть? Да, пожалуйста. У меня такой вопрос с отвлеченными. В русском языке, вложить это 6 букв, да, то есть больше занимает место. А в китайском это один, вольный иероглиф, да? Вот, смотрите, если перевести вольную, иероглиф, да, на китайский язык, вот, кто быстрее будет читать, в русский или вот китайец? То есть вот, повеличивается ли скорость, вот, растение? То есть можно ли вообще, например, в том, что это все в один симул, например, в чеках открывая, буквально, а 4, какой-то, и твой номер, и твой номер, и твой номер. Это, я могу сказать только свое ощущение, да, свое мнение. На самом деле, интересный вопрос, потому что, действительно, язык, это же влияет на наше размышление. И, ну, как вам сказать, что, на мой взгляд, когда человек действительно хорошо овладеет китайским языком, когда быстро читает, например, скорочтение гораздо легче, потому что можно увидеть знаки, вообще не произнося никакой звуки, я имею в виду именно в голове. Ну, я думаю, что это тоже зависит от того, насколько человек именно знакомый с материалом, то есть знакомый с языком. Ну, допустим, просто обстоит популярная литература, читаем один и тот же текст, просто на русском будет написано, допустим, полстраниц, наверное, будет, допустим, полстраниц, наверное, потому что сразу... Да, абсолютно. То есть, если перевод, сравнив перевод, конечно, в русском языке гораздо длиннее произведение, да. Но, с другой стороны, если считаем, что в китайских, если именно человек, когда воспринимает информацию китайской иероглифы, если он так же задумывается, так же медленно будет. То есть, если он сразу не узнает, там, думает, тогда тоже очень медленно. Если очень хорошо овладеет, быстро-быстро именно может сразу узнавать, то тогда, конечно, без проблем. Это действительно делать очень-очень быстро. Я лично просто считаю, что я читаю китайский текст гораздо быстрее, чем русский, хотя я читаю русский тоже не очень медленно. Пожалуйста. А вот если в китайском языке иероглиф Синэн и что это значит? Так, еще раз. Синэн и Синэн. Здесь два слога. Это два иероглифа. Может быть, какое-то значение имеет? Нет, я просто вас не поняла. Синь как в сердце? Нет, я не знаю. Я пишу, не знаю, в реальности какая-то. А, не писать. Ну, давайте вот Син, например. Можно воспринимать как сердце. Можно... Новый. Новый, да. Можно... Еще, например... О, иероглиф из моего имя. Так же. То есть, в принципе, это... Вот как раз в зале есть некоторые мои студенты, да? Я думаю, что вы не отрицаете, что есть, особенно в начале этапа, есть трудности с восприятием. То есть, иероглиф один, один звук, такой же звук, такая же интонация, тон, имеет огромное количество, много-много различных иероглифов. И как раз, чтобы на слух понять это, что имеется в виду, это действительно нужно по контексту или по словосочетанию. То есть, поэтому в современном китайском языке стараются выражать именно значение словосочетанием, там, два или три иероглифа вместе. А у вас есть любимый иероглиф? Чисто визуально? Визуально? Нет. Нет. У меня нету любимого иероглифа. А что делают случаи, когда в язык приходит новое слово? Например, из английского языка, из русского языка. И вы называете новый иероглиф или из китайского языка? Да, хорошо. Также интересный вопрос. Потому что это касательно заимствования иностранных языков. Ну, можно сказать, что иероглифы не создают. То есть, именно из существующих иероглифов мы подбираем по звуку или по значению какие-то варианты. То есть, есть различные варианты заимствования. Но, например, иностранные имена, конечно, больше заимствованы по звуку. Уже подбирают иероглиф, который уже есть. Да. Просто смотрите, 33 буквы. В английском 26. В русском человеку, как в русском языке, 26 и 23 символов. Есть ли какие-то правила в китайском языке? Или они там еще обширные? В китайском языке, да. Я поняла. В китайском языке есть иероглифов, ну, можно сказать, для обычного общения 3-4 тысячи. Да? Нормально? Нормально? Да. 3-4 тысячи. То есть, это именно отдельные иероглифы. То есть, здесь, конечно, нет никакой буквы. Чисто именно отдельные иероглифы. Но, конечно, они имеют определенные закономерности. То есть, уже, как китайский язык все-таки тоже, уже отошли от первобытной именно идеограммы. Поэтому, более абстрактные имеют, да, какие-то иероглифы. Уже составной. То есть, уже какие-то ключи, да, какие-то части, которые раньше были иероглифы, они превращаются уже в составной ключ. Входят в комбинацию с другими иероглифами. И составляют уже новые иероглифы. Ну, а в целом, в китайском языке сколько иероглифов? В 1992 году был словарь. Там собрано более 80 тысяч иероглифов. Но, конечно, большинство из них не употребляется. Слава Богу. Но человек, чем больше иероглиф знает, тем лучше. Это, конечно, да. Да, все. Все. Спасибо большое.